Канадский вестник И с министром по делам Индейцев и аборигенов Первый конфликт связан с тем, что Министр обороны Джулиан Фонтино Вместо того, чтобы Заниматься разгорающимся скандалом С тем, что правительство консерваторов По сути украло Более одного миллиарда долларов Из Казны Из бюджета Ассигнованных на то, чтобы Помочь ветеранам Страдающим от разных заболеваний Плюс всякие разные социальные Финансовые Поощрения и так далее Плюс разобраться с проблемой И недовольством ветеранов Относительно вопроса сокращения Региональных офисов Потому что сейчас По всей стране сокращаются региональные офисы Обслуживания ветеранов И это влияет на Качество обслуживания ветеранов Собственно Вместо того, чтобы всеми этими вопросами заниматься Господин Фонтино Уехал в Италию На недельку Отмечать Семидесятилетие Участия канадских войск В освобождении Италии От фашистов Собственно Людей взбесило Именно то, что Правительство По сути Высокомерно Игнорирует Замечания, скажем так Требования ветеранов Внимательно отнестись К их проблемам Вместо этого Министр уезжает По своим делам И занимается Совершенно не тем Чем он должен заниматься По своему Статусу По реальным проблемам Вопросам Которые перед ним стоят Опять звучат Шквалы Замечаний Критики По поводу того Что Консерваторы Ничего не делают Для того Чтобы решать Накопившиеся проблемы Консерваторы Глухи к тому Что Им говорят люди Консерваторы Не хотят Признавать Свои ошибки Консерваторы Не хотят Прислушиваться К мнению Оппозиции И сотрудничать С оппозицией Консерваторы Считают себя Непогрешивыми Это Один конфликт Один Скандал Второй скандал Связан с тем Что Разгорается он На Территории Новой Шотландии Лабрадора По поводу того Что В тех районах Где Проживают Индейцы В этих Двух Провинциях Реально Люди Начинают Ну не то что Голодать Но испытывают Реальные Сложности Из-за того Что А Нет нормального Снабжения Продуктами В отдаленных Северных районах И Б Эти продукты Продаются По Цене В два раза дороже Чем в остальной Канаде Индейцы Как вы понимаете Люди Небогатые И По Телевидению И тут Сюжеты О том Как Индейцы Реально Копаются На помойках В помойках Для того Чтобы как-то Себя обеспечить Для того Чтобы как-то Выжить Собственно Это тоже Вызывает Шквал критики Опять же К тому Что Министры Не занимаются Своими Непосредственными Обязанностями А вместо этого Занимаются Пратеканством Постоянно Что-то говорят Постоянно Куда-то ездят Но ездят Опять же Не в те места Не в те регионы Где Нужна Их Поддержка Помощь Нужно их Реальное Физическое Присутствие А ездят В те места Где они Могут Культурно Цивильно Отдохнуть Провести Время И так далее Собственно Забыл сказать Что относительно Конфликта Скандала С министром Обороны То что По возвращении Он сказал Что Он не извинился Опять же За Фактическую Кражу Более миллиарда Долларов Из бюджета Страны По возвращении Он сказал Что мы готовы Выделить 50 миллионов Долларов На Борьбу С Ментальными Заболеваниями Синдромами Там И так далее Типа там Постравматические Синдромы Солдат Которые Возвращаются Из мест Проведения Военных действий Вот Опс Опять Камера Поехала Вот вкратце Такая вот Сюжетная Линия В канадской Политики Такие вот Горячие Вопросы Которые На сегодняшний момент Волнуют Канадское Общество Я на этом Свой канадский Вестник Заканчиваю Желаю вам Всего самого Хорошего И до свидания Продолжение следует